Несколько дней назад мы с вами познакомились с Apple iPad Pro. Оценили его дизайн, посмотрели комплектацию, сравнили размер с iPad Air второго поколения и MacBook Pro. Теперь же мы хотим поделиться с вами нашими впечатлениями от использования iPad Pro и ответить на главный вопрос. В каких приложениях его использование будет действительно полезным и приятным и в каких сферах это устройство найдет свое применение. Итак, главное, iPad Pro предполагает совсем иные сценарии использования, нежели iPad Air. Например, здесь гораздо удобнее рисовать, создавать музыку, играть в игры, читать сайты. Но, например, видеоролики на YouTube смотреть не так комфортно, хотя бы потому, что на большом экране 12,9 дюйма с гигантским разрешением 2732х2048 видны все недостатки картинки, особенно если это 360p или 480p. Плюс ко всему понятно, что мобильность этого устройства весьма ограниченная. Планшет попросту громоздкий. Это особенно ощущается в метро, когда люди довольно тесно сидят на сидении и, доставая iPad Pro, вы всех толкаете локтями. Да и даже дома найти для него место не самая простая задача. Фактически, это еще один ноутбук. В планшете установлена однокристальная система Apple A9X и по своей производительности она превосходит все существующие однокристальные системы, включая и Apple A9, представленную в айфонах нового поколения. Все современные мобильные 3D-игры Apple A9X тянет без малейших проблем. Планшет даже не нагревается. Видимо, отсюда и большая продолжительность автономной работы в этом сценарии. Хотя обычно игры сажают батарею мобильных устройств очень быстро. К тому же, многие игры выглядят на iPad Pro действительно великолепно. Начнем с простого. Шахматы. Согласитесь, в таком размере это куда больше приближено к настоящим шахматам, чем в случае с традиционным iPad. Здесь даже можно играть вдвоем. Вообще, для настольных игр iPad Pro идеален. Так что, если вы любите нарды или что-то в этом роде, это ваш выбор. Все игры с большим количеством объектов на экране тоже куда лучше выглядят на iPad Pro, чем на планшетах стандартного размера. Например, Anomaly Defenders и иной любой проект жанра Tower Defense. Еще один жанр – трехмерные головоломки. Например, известная игра Monument Volley была специально оптимизирована для iPad Pro. И здесь мы видим все строение целиком, причем достаточно крупно, что очень помогает в игре. Вообще, оптимизация приложений для iPad Pro вовсе не обязательно. Видимо, масштабирование изображения на уровне операционной системы осуществляется очень грамотно, поэтому артефактов не видно, несмотря на сильно отличающееся разрешение изображения. Но есть другой минус. Если приложение создалось в расчете на экран обычного iPad, то при существенном увеличении площади экрана увеличиваются и объекты, а это не всегда плюс. Вот, допустим, в Asphalt 8 машины и окружающие объекты стали просто крупнее, то есть никакой полезной информации в кадре не добавилось. Кстати говоря, именно при игре в гонке iPad Pro не всегда бывает удобен, потому что крутить приходится вот такую вот махину, держа ее все время на весу. Руки довольно быстро устают. Аналогичная ситуация и в Modern Combat 5. Хотя, когда мы играем в шутер, то здесь увеличение картинки сказывается на большей эффектности игры. Все взрывы, перестрелки, все это выглядит крупнее и более выразительно. Еще печальнее ситуация с мобильными версиями популярных сайтов и соцсетей. Например, в официальном клиенте Facebook картинка выглядит размытой, а все элементы неестественно крупными. Сравните с куда более приятной веб-версией. Ну и когда некоторые сайты при заходе на них с iPad автоматически открывают мобильную версию, рассчитанную на смартфоны, то это просто ужасно выглядит на iPad Pro. Правда, вышесказанные не касаются шрифтов. Они всегда масштабируются идеально и даже самые крупные буквы на iPad Pro отображаются гладко, без лесенок и прочих недостатков. Еще одна сфера применения iPad Pro это каталоги, альбомы по живописи. В общем, все, где в основе лежит просмотр изображений. Вот, например, приложение Музея Прада. Здесь мы можем открыть некоторые известные картины в огромном разрешении. Именно на экране iPad Pro это особенно ценно, потому что мы можем увидеть картину целиком, не потеряв при этом возможность рассмотреть детали. Любителям современного искусства наверняка понравится приложение Artsy. В нем есть новинки со всех основных аукционов, причем тоже в очень большом разрешении. В общем, если вы занимаетесь изобразительными искусствами или, скажем, читаете публичные лекции, то iPad Pro будет вам очень полезен. На лекциях он будет очень удобным для демонстрации изображений, а дома заменит вам множество альбомов по живописи. Конечно, на большом экране iPad Pro очень приятно и комфортно читать журналы. В App Store есть множество интерактивных журналов, и здесь они выглядят действительно превосходно, даже если не было специальной оптимизации для iPad Pro. Вот, например, как выглядит журнал «Итоги», создаваемый командой ixbt.com. Большой плюс iPad Pro при чтении журналов в том, что текст здесь не надо масштабировать. Он достаточно крупный для того, чтобы его рассмотреть с обычного расстояния, с которого вы читаете журналы. Так что, если вы любите читать журналы на планшете, то iPad Pro вам наверняка понравится. Конечно, одно из основных применений iPad Pro – это рисование. Об этом мы более подробно расскажем, когда у нас появится стилус Apple Pencil, но уже сейчас мы можем оценить преимущество большого экрана в Adobe Sketch или же в предустановленном приложении «Заметки», где недавно тоже появились возможности для рисования. Преимущества большого экрана при рисовании особенно наглядны. Ну а тем, кто занимается астрономией или увлекается темой космоса, наверняка понравится приложение SolarWalk 2, в котором мы можем увидеть звезды, планеты, различные объекты Солнечной системы и не только Солнечной системы в великолепном качестве. На огромном экране iPad Pro это выглядит особенно эффектно. В целом, iPad Pro показался нам очень интересным и перспективным устройством, но существенно более узкой сферой применения, чем у обычного iPad. Он громоздкий и продолжительность автономной работы у него в некоторых сценариях существенно меньше, чем у iPad Air 2. Зато у него великолепный экран, мы протестировали его по нашей методике и остались в полном восторге. Очень мощная система на чипе, а также весьма грамотно реализованное масштабирование приложений, написанных для предыдущих iPad. Как следствие, для игр и некоторых видов профессиональных применений это практически идеальный вариант. Собственно говоря, слово Pro в названии как раз и указывает на это. Художникам, музыкантам, медикам, астрономам имеет смысл обратить особое внимание на это устройство. К тому же аналогов с таким размером экрана и такими возможностями на сегодняшний день практически нет. Подробности об iPad Pro вы узнаете из нашей статьи. Ссылка будет внизу в описании. Кликайте на нее, читайте, комментируйте и не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайк. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok